То есть, еще несколько вещей, которые касаются вот этого цикла. Фаза применения или фаза внедрения. Это когда новый образ жизни становится уже привычкой и перестает быть чем-то новым. Эта фаза очень важна, потому что избегать или просто не делать какие-то вещи — это только полдела. Это должно быть заменено в свое время новым мышлением и новым образом действий. Например, во взаимоотношениях. Потому что могут быть плохие компании, неправильные взаимоотношения, которые не помогают, которые вводят в беду. Поэтому нужно избавиться от этого, но также научиться и завести здравые отношения. Следующая — это как раз фаза внедрения. Это было применение, а теперь внедрение. И когда уже это не просто привычка, а образ жизни. Это новое мировоззрение. И сюда входят все сферы личности человека. Эмоциональное поведение. И мышление. В этой фазе возможно вернуться назад, но наименее вероятно. Начинают происходить постоянные перемены. В этот момент Бог еще не закончил свою работу. Потому что мы все еще живем на этой земле. И мы должны продолжать меняться. И этот цикл перемен, он никогда не перестает. Но теперь этот цикл стал циклом прогрессивного освящения. Дух Святой постоянно действует в наших жизнях. И Он преображает нас в образ Христа. И зная основные фазы библейского учения о цикле перемен мы сможем получить лучший результат в консультировании. Мы не будем разочаровываться, если увидим какую-то ошибку или неудачу. Потому что мы поймем, какую фазу сейчас проходит человек. Мы поймем, когда мы можем делать определенные вещи, а когда нет. И нам нужно это понимать в каждой фазе. И тогда произойдут прекрасные вещи. И мы подошли уже к некоторым основополагающим вещам, которые нужно понимать. Если мы занимаемся консультированием. Но то время, которое у нас осталось, до пятницы, я хочу рассмотреть определенные конкретные вещи, с которыми мы будем сталкиваться. И как вы можете с этим справляться. И что это такое? Первое это очищение прошлого. Иногда мы задаемся вопросом, недоумеваем, почему люди продолжают страдать от одних и тех же вещей, или мы продолжаем страдать от одного и того же. Мы смотрим на нашу жизнь, на жизнь тех людей, которым мы пытаемся помочь. и ищем причину. Мы разобрали, скажем, грех, неправильное поведение, непрощение, образ жизни, и многое другое. Иногда причина находится вне нашей личной вины или нашего естества. Например, грех может затронуть нас через семейные связи или даже через народные связи. Часто это называют грех поколений. И некоторые люди не верят в это. Но давайте откроем Писание и посмотрим, о чем речь. У меня самого был определенный длинный опыт в этом. И я видел, как это влияет на людей. В Таразаконе 5, 9-10. Не поклоняйся им и не служи им, «Ибо я, Господь твой Бог, Бог ревнивый. За грехи отцов, отвергнувших меня, я караю их детей, внуков и правнуков. А потомкам тех, кто любит и исполняет мои повеления, я и в тысячном поколении воздам добром». Этот текст говорит нам о двух вещах. То есть, текст нам говорит о том, что то, что делали наши предки, может влиять и на нас. И это одно из двух вещей. Здесь говорится о грехе, который затрагивает третье, даже четвертое поколение. То есть, неправильные вещи, которые совершили наши предки, могли повлиять на нас. С другой стороны сказано, что он воздаст добром и в тысячном поколении тех, кто любит его, исполняет его повеления. Интересно, что грех затрагивает только до четвертого поколения, а доброта аж до тысячного. Если посмотреть на то, что произошло с Давидом, то после смерти Давида постоянно Бог говорит о том, что ради Давида. Бог говорил, что, например, из-за Давида, моего раба, я сделаю добро или сделаю то и то. И это длилось до определенного поколения. Хорошо, мы вернемся к этим немного позже, но в Ламентациях 5, 7, Плачь Еремии 5, 7, Наши отцы грешили, их уж нет, а мы за грехи их страдаем. Плачь Еремии 5, 7, 7, In... Okay, Philippians... Philippians 3, Philippians 3, verses 12 to 14, Not that I have already obtained all of this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that which for Yeshua took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead, I press towards the goal to win the prize for which Yeshua's God has called me. Okay, there comes a point in our lives, when we have to make decisions, приходят в наших жизнях такие моменты, когда мы должны делать выбор и принимать решения касательно того, что происходило в прошлом. И Павел здесь говорит об этом. Он говорит, что я должен оставить позади или забыть, что позади меня, чтобы устремиться к тому, что находится впереди, к чему Бог призвал. Но как? Мы об этом еще поговорим. Еремия 29, 11. For I know the plans that I have for you declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Jeremiah 29, 11. Ереме 29, 11. И только я знаю, что я предначертал вам, говорит Господь, предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду. Okay. Those of us who have got married and become parents, те из нас, кто поженились и стали родителями, all know that we and recognize that we pass something of ourself on to our children. Мы осознаем, что мы передаем часть себя нашим детям. Часто мы можем услышать фразу «Он такой же, как его папа». Или она вся в свою маму. И не всегда это касается внешности. Иногда это речь конкретно о характере. я видел и вижу это в своих внуках. Мой младший внук Джошуа его характер очень похож на мой. И некоторые его части они хорошие, а некоторые не совсем. Okay. Но я вижу это в нем. но я вижу это в нем. Это не только касается характера, а также того, что мы делаем. Мы также знаем, что некоторые болезни могут быть унаследованы. Например, вы идете к врачу и у вас какая-то проблема, то врач спросит, а есть ли кто-то еще в вашей семье, кто имеет похожую проблему? Например, болезнь сердца, проблемы со спиной, аллергии, тенденции к лунг с легкими. Часто эти сферы или эти болезни относятся к наследственным. Okay. In Yop 17 verse 5 says something very interesting. I'm just going to pick it up in another translation. If you allow me. Job 17 verse 5 Okay. Went to sleep. Not very nice. unfortunately this one particular application here has a tendency to go to sleep and doesn't want to wake up. Do you want me to read? You can read it. And explain you the translation. And I will come. Okay. Here we go. You can read it though in Russian and I will pick it back up here. in a few It's telling who refuses to take part in friendship. Yes. Their children will have problems with their eyes. Yeah. That's but we have to understand this in the context. Okay. Job What did I say? Job 17 17 5 17 5 I want to see what it says here actually that's why I wanted to pick this one up. Excuse I can see that I'm moving on in the evening. My voice is beginning to go. Some should people share with their friends when their own children's eyes are so sad? Okay. Какой у вас перевод? Что там написано? Да. What is your translation says? Should people share with their friends when their own children's eyes are so sad? Interesting isn't it? Yeah because we have a bit different translation. If you take this verse it can indicate that some sicknesses or disorders can be caused by what our forefathers have done. Yeah but when I translated your translation it doesn't seem to have problems but our translation says that actually if we don't share with our friends that would cause problems in our children. we have translated better than that have and I have another translation but it's the same as synodal and similar here it's that if Если кто друзьям в участие откажет, у его детей глаза померкнут. Ну, смысл тот же самый, что в синодальном. То есть получается так, что то, что я перевел из его перевода, что если мы, этот текст говорит, если ты поделишься со своими друзьями, когда у твоих детей как бы глаза наполнены грустью, то это вызовет в их глазах еще большую грусть. То есть это еще больше для них будет сложность. Но наш перевод тоже правильный. Вот эта концепция в этом плане Писания, она довольно сложная для понимания. В Послании к Евреям мы находим еще один стих об этом. Седьмая глава. Девятый и десятый стих. Там сказано, можно пойти еще дальше и отметить, что Левий, который сам получает десятую часть, заплатил десятину лице Авраама, поскольку находился в теле своего праотца Авраама, когда тот встретил Малкицедека. Я понимаю, что это немного сложно, но если мы продолжим, я уверен, что вы поймете больше. Автор предлагает следующее здесь, что Левий активно участвовал, когда он еще не существовал, но в Аврааме он участвовал в этом действии активно. И особенно еще удивляет, да, что здесь говорится, как бы Дух Святой говорит, что Левий был в лоне своего отца Авраама. Хотя Авраам не был отцом Левия. Да, правильно, был отцом Левия. Но еще сложнее понимать. Когда мы понимаем, что Левия's father не был Авраам, но Яков. Правильно, что Яков был отцом Левия, но не Авраам. И так мы видим, что есть очень тесная взаимосвязь, которую мы не всегда понимаем. То есть, Писание другими словами здесь говорит, что Левий, он был также сыном Авраама. И это касается наследства. Окей? Это касается также связи с фактом, что Scripture говорит нам, что мы все, или что все израильцы были дети Авраама. Или, например, как Писание говорит, что весь Израиль, все евреи или израильтяне являются потомками Авраама. Окей? Не все, да? Два не являются. Яков's father Авраам был отцом Исаака, не Якова. Сколько здесь поколений? Вот Левий, Авраам, сколько здесь описано поколений вот в этом отрывке из евреев? Четыре. 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 Левий, Яков, Исаак и Авраам. Да? Coming down. Окей? И поэтому Павел использует здесь слово Отец в непривычной для нас форме. And this is difficult for us to understand. Поэтому нам сложно понять. But I believe that we can understand what we can understand what we can understand what we can understand is that in some way things are passed on to us from our forefathers the good and the bad. нам передается от наших праотцов и хорошее, и плохое. Okay? I have to try and explain this to you. Hopefully you will understand. If there are questions at this point, please feel free to ask questions as we go through. Это что? Нет. Ири. They ask a question what about Jeremiah 31, 29 where it says that our forefathers ate the grapes but we won't say that we have this taste on our teeth. Yeah. What about that? What about that? Yeah. It means like it's the opposite that you're telling us about. No. Not if you understand it in its context. Если правильно брать контекст, то это не противоречит тому, что он говорит. Но как ты будешь умирать это свое собственное? It's said that everyone will die for his own sins. Yeah. Yes. Все равно не противоречит. But what do you do with the rest of Scripture that tells you something else? А что в отношении других мест Писания, которые говорят другое? Виталий время пошло. Do you take just one text and say okay, that's it? Берем один текст и говорим все? Or do you try and discover in Scripture what is the balance in all of this? Или мы берем Писание и пытаемся понять баланс? На Библию? Нет. Роджер говорит о некоторых местах Писания. В частности, мы брали и послание к евреям. Виталий сейчас говорит о 31-й главе Еремии, там, где говорится о Новом Завете. Езекиил 18 also he says the same текст. Yes. Интересный вопрос. Через кровь Иисуса мы имеем проклятие или не имеем? Через кровь Иисуса нам вроде бы благодать дана. Ну, так че вопрос? Это вопрос вообще не из Библии вроде бы. Через кровь Иисуса нам дана благодать. И уже проклятия за наших потомков нет. Но когда он верит, что он ненавидит, он же говорит, но он когда здесь пишет, он второзаконит. They have a question. Like, but it is said that by the blood of Иисуса we are free from every curse. So, what about that? Are you? Нет, он спрашивает, да, все свободны здесь от проклятия и проблем в крови и шуа. Нет, только те, кто любит на его вошли. Все встали туда и вышли. No, but maybe only those who love God. I said, so we need to get out of this class because we have problems and curses. So, can you explain them, please, because yes, but you'll have to listen to the rest. So, we need to continue to continue. Okay. To get a full understanding. We will get a full When we to finish of the class. So, please, visit all the classes. Because otherwise you will not understand. Otherwise, we will not understand. Okay, how's the time? We have 10 minutes more, I think. Okay, let's just go a little bit further then. Now, I could start to prove to you that you are not exactly free of everything that happened in your past. It's not very difficult. You see, it is also dependent on whether we bring those things under the cleansing that God has provided. Okay? In a while we will look at Daniel. What Daniel did. And then you have to ask yourself the question What do we need to do? Because I said some of these things are difficult for us to understand. And like I said, some people do not agree with what I am trying to present here. They say, we come to you We are cleansed. Nothing more affects us. Because people say, we are coming to you and we are completely and we are 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 but unfortunately in my practical experience of our 40 years but unfortunately in my practical experience of our I have discovered that that's not always true. Now I don't always understand it. I know that I know that it is. I believe that we can understand that in some way things are passed on to us from our forefathers and we need to bring this all to the cross so that we can through the cross чтобы через крест filter out what is good and what is bad and what is bad the good we can keep and the bad we need to deal with and the bad we need to deal with and the bad we need to deal with to stop any further influence in one way this may seem unfair and it is but it is one of the results of sin coming into the world but it is one of the results of sin coming into the world the second Samuel will see that David sinned and his child died И за это умер его ребенок. В Четвертом Царстве, когда Осия, он смирился, кажется, Осия. Он, когда смирился, ему было позволено умереть в мире. Но те дети, которые были после него, они встретились с проблемами и трудностями. Галатам 6, 8. Те, кто по-прежнему сеют в поле своего старого и сества, угождая ему, в конце концов, пожнут разрушение. А сеющие в поле Духа пожнут от Духа вечную жизнь. Есть определенные вещи, которые Бог поместил в творении. И это можно назвать законы творения. Один из них — это что ты посеешь, то и пожнешь. Если мы сеем зло, то мы пожнем зло. Если мы сеем добро, то пожнем добро. Но грех вошел в мир. И так как закон касается всего творения, тогда, таким образом, это стало законом также и для греха, и посредствий греха. Поэтому, если мы не перестанем сеять, принеся это под силу Креста и под господство Ишуа, эти вещи будут продолжать влиять на нашу жизнь. 2 Коринфянам 10, 5 И любое превозношение, восстающее против познания Бога, мы берем в плен всякую мысль и делаем ее послушной Мессией. И это вера в Ишуа Мессии не всегда автоматически освобождает человека от проклятия поколений. Когда мы смотрим в Писании, в свете, и рассматриваем эти проблемы, мы видим, как люди каялись и отрекались от грехов своих предков. Здесь мы остановимся и продолжим завтра.